Здравствуйте, дорогие друзья! Тема выпуска – паранояльный успех или бизнес за 5 минут. Почему бизнес за 5 минут? Если с такой несколько философской точки зрения посмотреть на любой бизнес, бизнес не спросите себя, что из разряда было раньше яйцо или курица. Как зарождается любой бизнес? В какой момент он родился? И, конечно же, чисто пофилософствовать, если любой бизнес начинается со здравой мысли, с каких-то здравых идей и с большого психоэмоционального, в первую очередь, вклада, когда вы прорабатываете эту идею, отшлифовываете ее. Кто-то по ходу дела отшлифовывает, а кто-то не по ходу дела отшлифовывает заранее. Так или иначе, идея приобретает свою концепцию, и вы получаете на выходе какой-нибудь PayPal, не знаю, какие-нибудь Рокфеллеров, еще кого-то, кого угодно. Но это всегда идея, и идея, сформированная в голове, как правило, паранояльными людьми, у которых есть какие-то идеи, которые готовы идти до них до конца. И, на мой взгляд, построение бизнеса за пять минут – это рождение этой идеи. Потому что, в принципе, вы можете поставить себе любую задачу, если вы ее будете решать как паранояль, вы, скорее всего, на 70% точно ее решите. Ну, то есть, если вы не станете, допустим, обладателем 10 миллионов долларов, ну, то, соответственно, 70 миллионов долларов у вас в любом случае будет. Другое дело, конечно, что ничто не бывает бесплатно, и чем-то придется за это пожертвовать – временем, психоэмоциональным состоянием и так далее. Но это вполне реально. Поэтому любой бизнес вполне реально придумать за пять минут, если вы придумаете так называемую концепцию паранояла. То есть, в первую очередь, вы проработаете в себе паранояльные черты, а во вторую очередь, вы подойдете к бизнесу проработки. Бизнеса как паранояль, да? То есть, вы паранояльный, бизнес у вас построен с рычагами паранояльного, да? Это не как истерик, который рекламу сделал, сделал рекламу полотенец, а сами полотенца купить забыл, да? Но зато уже взял в аренду помещение, магазин, назвал его самые фирменные полотенца там, да? Сделал красивый сайт, а полотенец-то самих и нет, в общем-то. Поэтому, говоря, это я, конечно, так ультрирую, но это детальный, строгий, сложный подход. Подход, состоящий только из материального. К сожалению, в паранояльном мире нет места религии, только если ваш бизнес не религия, если ваше дело в глубоком смысле понимания не только заработка, а еще и идеи как таковой, идеи о жизнедеятельности, если и вашим делом не является религия сама как такова, если вы не священнослужитель, если вы не приближенный к какой-либо церкви, да, то, соответственно, вы не можете быть религиозным, вы должны быть паранояльным, и вы должны во главе угла всегда ставить собственные цели, одну цель, которую вы выбрали на всю жизнь. Будет ли это бизнесом, будет ли это заработком денег, или будет это только религией, это уже выбор за вами. Но бизнес рождается за пять минут у вас в голове. Задумайтесь об этом, когда рождается ваш психотип, возможно, новый психотип личности, который вы приобрели. С вами был Кравцев Сергей, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, и я вас всех жду на своих онлайн-консультациях. Да пребудет с вами здоровье! Субтитры подогнал «Симон»!